Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Парт переехал. Новая коллекция женской одежды представлена в магазине в торговом центре «Алиса». Анапа приняла состязание по пляжным видам спорта. Итоги финала в центре нашего внимания. А сейчас обо всем подробнее. В городском театре состоялся торжественный прием долгожителей Анапы и семейных пар, отметивших юбилей совместной жизни. Мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей, прошло в теплой обстановке по-домашнему. И это неудивительно, ведь его героями стали удивительные люди – добрые, мудрые, улыбчивые, всю свою жизнь посвятившие работе во имя нашей Родины, воспитавшие прекрасных детей, внуков и даже правнуков. Очень трепетно я лично отношусь к людям более старшего возраста, возраста своих родителей. Мы учимся у вас жить, проживать эту жизнь, потому что именно вы ее прожили достойно, красиво, хорошо, уверенно, вместе едят по жизни. Такие пары. Я уже 35 лет прожила со своим мужем, а вот 56-60 лет и более, я даже не знаю, я пока только еще об этом мечтаю. Дочерние вам огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы являетесь примером нам. Действительно, крепкие семьи – это очень важно. 93-летняя Наталья Зубко была младшей дочерью в семье, в которой было 8 детей. Из образования всего два класса, и то неполные. Главным учителем в ее школе жизни стал труд, которому она посвятила 50 лет своей биографии. Сегодня Наталья Ильинична может похвастаться настоящим богатством. Это трое сыновей, двое внуков и трое правнуков. На вопрос ведущей мероприятия советника главы города-курорта по информационному содействию Любови Евсеевой о секрете долгожительства Наталья Зубко с юмором ответила. Господь, наверное, не хочет, она туда взять. А что вы туда стремитесь, торопитесь? Нет, это же надо, что внуточку замерзла. Иван Сверидович и Елена Ивановна Вислагузовы вместе уже 65 лет. Но для него супруга всегда остается молодой и красивой девчушкой. Они привыкли быть вместе и в горе, и в радости, и на пенсии не скучают. При любой возможности отправляются трудиться на дачу. Почти столько же лет идут вместе по жизни Петр Сергеевич и Зинаида Никитична Долженко, семья которых может похвастаться сразу тремя поколениями медицинских работников. Золотой юбилей совместной жизни отметили в этом году еще одни герои праздника. Семья Александра Сергеевича и Тамары Ивановны Литвиновых, которые привыкли все делить пополам. Взаимопонимание, верность, поддержка и любовь – краеугольные камни их семейного союза. Всем семейным парам вручили поздравительные адреса от имени губернатора Кубани Александра Ткачева, в которых особо отмечено. Все пары пронесли через годы любовь и уважение друг к другу, а это самые главные кирпичики семейного очага. Поздравили в этот день анавчанку Галину Афанасьевну Готфрид, отметившую 1 октября день рождения. Цветы и подарок от главы курорта Сергея Сергеева стали приятной деталью праздника. После торжественной части герои этой доброй, проникновенной и очень теплой встречи не спешили расходиться. Они поближе познакомились друг с другом, пообщались, шутили, рассказывали истории жизни и создавалось ощущение, над этими замечательными людьми невластен возраст. Ведь каждый из них по-прежнему молод и прекрасен душой. В сохранении исторического наследия города воинской славы и военно-патриотическое воспитание молодого поколения эти и другие темы обсудили на заседании комиссии по вопросам межнациональных отношений. В обсуждение приняли участие представители общественного совета города-курорта Анапа. Прошло мероприятие в Доме культуры Станицы Анапской. Председательствующий на совещании глава курорта Сергей Сергеев отметил, что вопросы патриотизма и межнациональных отношений имеют первостепенное значение. Если у нас не будет мира и согласия в нашем доме, а Анапа – это наш дом, в котором мы живем, в котором трудимся и хотим, чтобы он был, кроме того, что чистым и уютным, еще и безопасным во всех отношениях, в том числе и на межнациональных площадках. Ту политику, которую проводит руководимая мною администрация в течение безмалого два года, подтверждает то, что для нас, для сотрудников администрации, для руководства администрации, национальности, имеет значение в плане того, что человек сохраняет свои культурные традиции, сохраняет свой язык и еще многое-многое, что присуще национальностям, которые живут в мире и согласен на нашей территории. Председатель общественного совета депутат ЗСК Николай Иванюшкин рассказал о реализации партийного проекта «Анапа. Город воинской славы. Историческая память». Ежегодно в городе-курорте проходит более двух тысяч мероприятий патриотической тематики. Одно из главных направлений молодежной политики в регионе – формирование духовных и нравственных ценностей, на что направлена деятельность Центра патриотического воспитания молодежи «Радмир». Популяризация идей патриотизма способствует созданию музеев и комнат боевой славы. Таким примером является музей в школе номер 15 Станицы Гостогаевской. Приятно был удивлен, скажу вам, огромным объемом материала, который собран педагогами, детьми. Там дети – постоянные участники различных мероприятий. А стенды и экскурсоводы рассказывают об истории Станицы, ее героическом прошлом. Председатель Совета ветеранов Станицы Анапской Эдуард Мавьян рассказал о шести памятниках военной истории, расположенных в Анапском сельском округе. Комиссия Законодательного собрания Краснодарского края высоко оценила их состояние. Мы стараемся, чтобы наши памятники были всегда ухоженными. Это результат работы наших шерствующих образовательных учреждений. По инициативе Совета ветеранов с поддержкой депутатов Совета отделения Центра армянско-национальной культуры Анапского станичного казачьего общества в этом году, 9 мая, была открыта памятная плита, на которой увековечены названия семи соединений воинских частей, освобождавших Станицу и Хотора в сентябре 1943 года. Заместитель главы Людмила Мурашова доложил об основных направлениях патриотической деятельности, проводимой администрацией города. Совместно с отделом военного комиссариата Краснодарского края в 2014 году проведена паспортизация воинских захоронений, которые связаны с Великой Отечественной войной. На каждое воинское захоронение сегодня составлена учетная карта. Составлены списки захороненных братских одиночных могил, расположенных на территории Анапы. В мае на объекты военной истории, которые относятся к культурному наследию России, установлены информационные таблицы. Возвращаясь к вопросу межнациональных отношений, участники совещания оказались единогласны в том, что всем нам, независимо от национальности, необходимо лучше знать и уважать обычаи и традиции друг друга. Чаще общаться, приглашать на народные праздники – это залог мира и дальнейшего развития нашего города-курорта. В школе номер пять собирали актив на праздник микрорайона Северный. Такие встречи в первую очередь возможность сказать спасибо. За что благодарили и как прошла торжественная часть праздника, расскажем прямо сейчас. Собравшиеся по-соседски пьют горячий чай с печеньем. Атмосфера тоже теплая. Жители микрорайона Северный в тесном кругу празднуют день рождения города и годовщину освобождения от фашизма. А ведь многие молодые люди сегодня, наверное, представить не могут, что в то время, 71 год, 72 года назад, по, может быть, и такой благоустроенной анапской земле, ходили совершенно другие люди с автоматами на перелес. Здесь шли бои, шли взрывы. И все боролись, воевали за такой стратегический объект, город Анапа и выход к морю. Самых активных и инициативных жителей микрорайона отметили грамотами главы города-курорта Сергея Сергеева, вручили подарки от депутатов совета, в том числе и музыкальные. Анапчан поздравили городские ансамбли и коллективы. Люблю тебя, люблю тебя, достать я сторонка моя. В завершении праздника прозвучали истории о соседях, которые много лет назад смело смотрели войне в глаза и защищали родную страну и город. И к другим темам. На календаре второй месяц осени и зима не за горами. А это значит, пришла пора подумать о теплых обновках. Новая коллекция женской одежды представлена в магазине «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Осенняя погода радует нас сочными красками. И дизайнеры в этом сезоне потрудились над созданием яркой и стильной одежды. Новая коллекция уже поступила в магазин «Випарт». В большом ассортименте одежда для офиса, вечерние платья и верхняя одежда. Цвет – главная составляющая стильного образа. Подходящая палитра способна из девушки сделать королеву, выгодно подав ее внешность и наряд. Дизайнеры не оставили без внимания классический черный цвет, но предлагают заменить его темно-синим оттенком. Он смотрится стильно и благородно, как в вечерних платьях, так и в верхней одежде. Вообще на пике популярности все оттенки синего, особенно яркий цвет «Электрик». Лимонные ноты добавят красок в серую осеннюю погоду и поднимут настроение. Бордовый цвет также должен присутствовать в гардеробе. Он добавит образу благородства. Классическую офисную одежду можно разнообразить модными юбками и блузами. Очень женственного образа можно добиться, одев юбку асимметричного кроя с воздушной блузкой. Цветочное панно придаст силуэту дополнительную романтичность. В наступившем сезоне в моде длинные платья. Такое платье идеально подойдет как для повседневной носки, так и для торжественного случая. Не забудьте дополнить свой образ аксессуарами. Без верхней одежды осенью не обойтись. Пальто – главная и основная составляющая часть гардероба этой поры. Драповое пальто с укороченными рукавами по-прежнему очень популярно. Роскошные изделия из мягкого и теплого материала удачно комбинируются с трикотажными платьями. Модные и стильные женские пуховики – великолепный и универсальный вид верхней одежды на время зимних холодов. Они отличаются необычайной легкостью и практичностью, разнообразием расцветок и вариантов отделки. И в магазине «Випарт» каждая женщина легко найдет свой индивидуальный фасон одежды, который подчеркнет ее привлекательность и красоту. Для постоянных клиентов здесь скидки, плюс распродажа прошлых коллекций и скидка 50% на мужскую одежду. Напоминаем новый адрес магазина «Випарт». Торговый центр «Алиса», первый этаж. Время работы с 10 до 19, без перерыва и выходных. Новости спорта продолжают выпуск. Она поприняла чемпионат работников железнодорожного транспорта России по пляжным видам спорта. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях. Алина Гумерова продолжит тему. В финале Кубка России по пляжному футболу сошлись волгоградская команда «Ротор» и московский «Локомотив». В решающем поединке волгоградцы все время вели в счете. Железнодорожники догоняли, но гол Дмитрия Шишина, забитый на 33-й минуте, оказался победным. Со счетом 5-3 «Ротор» переиграл москвичей. В церемонии награждения призеров женского чемпионата России, Кубка России среди мужских команд, приняли участие генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев, председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин, главный тренер сборной России Михаил Лихачев. Победу в женском чемпионате России, где спор за медали в Анапе вели 6 команд, одержал Краснодарский Олимпик. В серебряные и бронзовые призеры попали два клуба из Санкт-Петербурга – «Нива Сети» и «Кристалл». Триумфальное завершение сезона мужская команда «Ротор» из Волгограда отпраздновала на песке Анапы под брызги шампанского. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, «Тайны Медной Горы» и магазин текстиля для дома премиум-класса «Махровый рай». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной Горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной Горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай», белье для сна и дома, приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу. Торговый центр «Рио», улица Горького, 18, напротив стадиона «Спартак». В пятницу 3 октября в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 14-16, ночью 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный 10 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова